Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сыроежка съедобная произрастает в лиственных и хвойных лесах в основном в летний осенний период. Диаметр шляпки этого гриба может варьировать от 5 до 9 см. Обычно она окрашена в розовый или розово-коричневый цвет, на ощупь несколько клейкая, мясистая, в процессе высыхания становится матовой. У молодых грибов шляпка выглядит как полушарие, а со временем она раскрывается и становится плоско-выпуклой. Кутикула у нее немного не доходит до края и до середины легко снимается. Сыроежка пищевая имеет белые пластинки, достаточно часто расположенные, иногда на них могут быть ржавые пятна. Ножка белая, но со временем на ней тоже могут появиться такие же пятна, как на пластинках. Структура мякоти плотная, издает приятный грибной аромат и обладает легким ореховым вкусом. Сыроежка пищевая очень широко используется в пищу благодаря своему отличному вкусу и аромату. Сыроежка желтая растет часто, но не обильно, в сыроватых березовых, сосново-березовых лесах, по окраинам болот с июля по октябрь. Сыроежка желтая сразу заметна по интенсивно желтой шляпке, которая полушаровидная, потом почти плоская и, наконец, своронковидная, диаметром 5-10 см. Гладкая, сухая, с гладким краем и со сдирающейся по краю кожицей. Край вначале более или менее завернутый, потом гладкий, тупой. Кожица блестящая, клейкая, снимающаяся на протяжении половины шляпки. Пластинки белые, потом бледно-желтые, при поражении и старении сереют. Ножка всегда белая, ровная, цилиндрическая, у основания сероватое, плотная. Мякоть крепкая, белая, на воздухе обычно сереющая, со слабым сладковатым или цветочным запахом и со сладковатым или слабо острым вкусом. Белая, на изломе сереет и, наконец, чернеет. Для гриба характерна чисто-желтая окраска, неедкая, сереющая мякоть и желтоватые споры. Сыроежка чешуйчатая в основном произрастает в лиственных лесах, преимущественно на участках, имеющих кислую почву, лучше всего ее собирать летом и осенью. Гриб имеет шляпку диаметром 5-15 сантиметров. В молодости сыроежка чешуйчатая имеет вид полушария, а по мере роста углубляется к центру, а края при этом слегка выворачиваются. Шляпка окрашена в зеленый или серо-зеленый цвет, кожица по краям может быть слегка надорвана. У некоторых грибов на ней встречаются белые участки. До половины шляпки кожица достаточно легко снимается. Гриб имеет редкие белые пластинки, цвет которых постепенно переходит в палевый. Споровый порошок белого цвета, ножка также белой окраски, с плотной и мясистой мякотью, ореховым пикантным вкусом. Зеленоватая сыроежка относится к съедобным грибам и считается лучшей среди всех остальных сыроежек по вкусовым качествам. Ее можно применять в пищу в отваренном виде, а также сушеную, маринованную или соленую. Сыроежка буреющая плодоносец с конца июня, начала июля до ноября. В хвойных и смешанных лесах, в одиночку и группами, образует микоризу с соснами и елями, растет в странах Европы и Азии. Шляпка диаметром 4-7 см, сначала полусферическая, прилегающая к ножке, затем выпуклая, позже выпукло-распростертая. Поверхность шляпки гладкая, матовая, в сырую погоду липкая. Кожица шляпки может быть красная, пурпурная, фиолетово-пурпурная, желтовато-коричневая, буровато-оливковая. Ножка высотой 4-10 см, цилиндрическая, более-менее ровная или немного булавовидная. Прямая или незначительно изогнутая, довольно плотная, сплошная, с возрастом немного ватная в середине. Мякоть плотная, белая, беловатая или с очень незначительным желтоватым или красноватым оттенком. С возрастом сереет, на срезе буреет или коричневеет. Съедобный гриб третьей категории, гриб употребляют вареным, жареным, маринованным или соленым. Болотная сыроежка чаще всего встречается в хвойных лесах. Сезоном ее активного роста являются летние и осенние месяцы. Встречается гриб в сыроватых сосновых лесах, по краю болот, на влажных торфянисто-песчаных почвах с июня по сентябрь, образует микоризу с сосной. Шляпка диаметром 5-10 см. Сначала полушаровидная, колокольчатая, затем распростертая, вдавленная, с опущенным рубчатым краем, клейкая, блестящая, ярко-красная, оранжево-красная, с более темной красно-бурой серединой, иногда выцветающая светлоохренными пятнышками. Кожица хорошо снимается до самого центра шляпки. Ножка длинная, 5-8 см в диаметре, цилиндрическая, иногда вздутая, плотная, полая, белая, с розовым оттенком. Пластинки, частые, широкие, приросшие, часто вильчатые, иногда с зазубренным краем, белые, затем желтоватые. Сыроежка болотная, хороший и вкусный съедобный гриб. Сыроежка сереющая широко распространена в иловых лесах Евразии, а также в Северной Америке, однако во многих странах редка и занесена в местные красные книги. Сыроежка сереющая растет во влажных сосновых лесах, часто, но не обильно, с июня по октябрь. Шляпка мясистая, до 12 см, сначала полушаровидная, потом плоско-выпуклая или вдавленная, желтовато-красно-оранжевая или желто-коричневая, с тонким слабо-полосатым краем. Кожица сдирается до половины шляпки, мякоть белая, на изломе сереющая, запах грибной, вкус сначала сладковатый, к старости острый. Пластинки частые, тонкие, ломкие, сначала белые, затем желтеющие и, наконец, сереющие, споровый порошок, бледно-охвисты, споры эллипсоидные, шиповатые. Ножка 6-10 см длины, плотная, белая, потом сереющая. Гриб съедобен, третьей категории, в пищу употребляется шляпка в свежем и соленом виде. Одна из самых легко определяемых европейских сыроежек. Сыроежка зеленая образует микоризу с лиственными и хвойными породами. Среди приоритетных указываются ель, сосна и береза. Растет летом и осенью, одиночно или небольшими скоплениями, нередко и широко распространена во многих странах. Шляпка 5-9 см в диаметре, в молодости выпуклая, становится широко выпуклой до плоской с неблубоким углублением по центру. Цвет от серовато-зеленого до желтовато-зеленого, оливково-зеленого. Ножка 4-6 см длиной, центральная, цилиндрическая, немного сужается к основанию, беловатая, сухая, гладкая. С возрастом ближе к основанию ножки могут проявляться ржавые пятна, плотная у молодых грибов, потом ватная в центральной части. Съедобный гриб со спорными вкусовыми качествами, относят зеленую сыроежку к грибам третьей категории и даже четвертой категории. Прекрасно получается в засоле, годится для сухого засола, следует брать только молодые экземпляры. Сыроежку миндальную можно встретить рассеянными ареалами, преимущественно летом и в осеннее время, обитает чаще всего в лиственных и смешанных лесах, очень редко – в хвойных. Любит расти под дубами, буками, обычно произрастает одиночно. Как и все виды сыроежек, является пластинчатым грибом, пластинки имеют беловатый, сливочный, реже охристый цвет. Расположение частое, длина – неровная, иногда может быть заостренный край. Окраска шляпки этого гриба изменяется, сначала она охряно желтая, а по мере старения гриба становится более темной, отчетливого коричневато-медового цвета. Пластинки обычно белые, изредка кремовые или бежевые. Старый гриб имеет пластинки ржавых оттенков. Ножка – светлых оттенков, снизу – коричневого оттенка. Длина ее – до 10 см. Обращает на себя внимание ее мякоть – жгучего вкуса с характерным миндальным оттенком. Порошок спор – кремового цвета, относится к съедобным грибам. Сыроежка сине-желтая распространена в лиственных и хвойных лесах, может расти как в горах, так и в низинах, период роста с июня по ноябрь. Шляпка у этого гриба может иметь самую разнообразную окраску и множество оттенков, чаще всего она бывает фиолетовой, серо-зеленой, сине-серой, середину может быть цвета охры или желтая, а края розовые. Во время сырой погоды поверхность шляпки становится блестящей, слизистой и клейкой, приобретает радиально-волокнистую структуру. Ножка цилиндрической формы, хрупкая и пористая, может быть высотой до 12 см и толщиной до 3 см. Часто ее поверхность морщинистая, обычно белая, но некоторые места могут быть окрашены в нежно-фиолетовый цвет. Гриб имеет белую мякоть, упругую и сочную, не меняющую цвет на срезе. Среди сыроежек этот гриб является одним из самых вкусных, его можно использовать как гарнир для мясных блюд или варить. Молодые плодовые тела также можно мариновать. Сыроежка цельная растет группами в горных хвойных лесах, на известковых почвах. Сыроежка цельная отличается шляпкой полушаровидной, потом распростертой, в центре вдавленной диаметром 4-12 см, кровяно-красной, в середине оливково-желтой или буроватой, плотной, слизистой. Кожица легко сдирающаяся, свежая, немного клейкая. Край волнистый, растрескивающийся, гладкий или слабосетчато-полосатый. Мякоть белая, ломкая, нежная, со сладковатым, потом острым вкусом. Пластинки позже желтые, светло-серые, вильчато-разветвленные. Ножка белая или со светло-розоватым налетом, у основания с желтыми пятнышками. Ножка сначала сплошная, позже ее мякоть становится губчатой, а затем полой. Гриб съедобен и принадлежит к третьей категории, применяют его свежим и соленым. Встречается в широколиственных и хвойных лесах с июля по сентябрь. Этот гриб легко спутать с другими сыроежковыми, обладающими острым или перечным вкусом. Сыроежка золотисто-красная растет в хвойных и лиственных лесах обоих полушарий. Предположительно, образует микоризу с дубом и березой, а их хвойных с елью, сосной и пихтой. Встречается как одиночно, так и небольшими группами. Плодоносит с середины лета до середины осени. Ежегодно, часто. Шляпка крупная, заметная, 5-8 см в диаметре, толстая, мясистая, в молодости довольно плотная, затем рыхлая и хрупкая. Цвет шляпки преимущественно в красных тонах. Кирпично-красный, ярко-красно-оранжевый. Ножка высотой 3-8 см. Цилиндричная, или немного булавовидная, прямая или слегка изогнута. В молодости твердая, затем рыхлая, цельная или с небольшими полостями, ватная в середине. Цвет ножки сначала белый, редко с небольшим лимонно-желтым оттенком. Мякоть вначале плотная, затем рыхлая, ватная, белая без изменений цвета при повреждениях. Под кожицей шляпки желтая. Сыроежка золотисто-красная относится к съедобным грибам с отличным вкусом. Сыроежка зелено-красная произрастает небольшими группами или одиночно на земле в лиственных лесах березовой рощи, леса с примесью дуба и клёна с начала июля до конца сентября, популярна как в Евразии, так и в Северной Америке. Шляпка такого гриба достигает не более 20 см в диаметре. Поначалу она имеет полушаровидную форму, но потом раскрывается довдавленной и плоской, при этом выглядит мясистой, с полностью ровным, но иногда разлинованным краем. Окрас шапки варьируется от фиолетово-красного до красно-коричневого оттенка, ножка от 5 до 10 см имеет цилиндрическую форму, цвет белый, а на ощупь гладкая, с ватной мякотью. Споровый порошок зелена красной сыроежки охристый, споры имеют шаровидную и выпуклую форму, которая покрыта своеобразными бородавками и сетчатым незаметным рисунком, мякоть сыроежки полностью белая. Гриб съедобен и относится к третьей категории, употребляется в соленом или вареном виде. Гриб сыроежка охристая, относящийся к роду сыроежек, включается в семейство сыроежковых. Сыроежка охристая обитает в лесах с конца августа до октября. Излюбленные леса, хвойные, особенно еловые и широколиственные с достаточным уровнем увлажнения. Растет на мхах, на лесных подстилках. Сыроежка охристая имеет шляпку от 6 до 10 см. Сначала она похожа на полушар, немного выпукла, имеет загнутые края. Потом она становится немного распростертой, немного вдавливается. Край шляпки этого гриба – гладкий или жарубчатый. Шляпка матовая, сухая, а в период влажной погоды – немного слизистая. Обычный цвет такой шапки – желтоватый охреной. Кожицу можно легко снять только с краев шляпки. Гриб относится к съедобным. Категория – третья. Некоторые исследователи относят такой гриб условно съедобным и даже несъедобным. Перед употреблением в пищу его необходимо отварить. Валуй – вид грибов из рода сыроежка, семейство сыроежковые. Местные названия – бычок, гриб плакун, свинур, урюбка, кульбик, кубарь, кулачок, свинур, сопливик, потопольник, коровник, кубышка. Собирают грибы волой с середины июля и до конца сентября. Растут в одиночку и группами, заселяя пространство иногда целыми полянами. Образует микоризу как с хвойными, так и с лиственными деревьями. Особенно часто встречается в березняках и смешанных с березой лесах, реже на опушках и по краям хвойников. Растет в тенистых, влажных местах на почве, лесной подстилке, траве, предпочитают затененные места с хорошо увлажненной почвой. Валуи солят, реже маринуют, предварительно с грибов снимают кожицу и удаляют горечь путем вымачивания или отваривания. Перед приготовлением грибы валуи обязательно вымачивают, предварительно выбросив ножки, которые не теряют горечи при любой обработке. Сыроежка золотисто-желтая растет в тенистом, влажном, мшистом лесу, под лиственными деревьями, растет повсеместно с начала лета до осени, довольно часто. Шляпка 2-5 см, тонкомясистая, сначала выпуклая, затем плоская, наконец отчетливо вдавленная. Край шляпки гладкий или немного рубчатый. У взрослых грибов кожица шляпки легко снимается почти полностью. Цвет шляпки может быть довольно разнообразным, от красно-розового до вишнево-красного, с желтыми оттенками, золотисто-желтого, с более темной оранжевой центральной областью, может быть полностью желтым. Ножка 3-4 см, цилиндрическая, иногда немного веретиновидная, тонкая, расширенная под пластинами и немного сужающаяся у основания. Хрупкая, сначала цельная, затем полая, мелко гофрированная. Сыроежка золотисто-желтая считается съедобной, мякоть хрупкая, плодовые тела небольшие, нет грибного вкуса, рекомендуется предварительное отваривание. Подгруздок чернеющий образует с твердыми породами деревьев грибницу, растет в лиственных, смешанных лесах. Также гриб часто можно увидеть в эловых и широколиственных лесах, в лесу встречается большими грубками, начинает плодоносить в середине лета и завершается этот период вплоть до зимы. Имеет шляпку от 5 до 15 см, сначала шляпка имеет беловатый цвет, но потом становится грязно-сероватой, коричневой с оттенком цвета сажи. Ножка подгруздка чернеющего, до 10 см, она крепкая, цилиндрической формы, по мере старения гриба она становится грязновато-коричневого цвета. Подгруздок чернеющий относится к грибам четвертой категории, его можно употреблять свежим, а также соленым. В соленом виде быстро обретает черный оттенок, нужно собирать только молодые грибы, так как старые, довольно жесткие. К тому же они почти всегда червивые, однако, западные исследователи считают этот гриб несъедобным. Сыроежка ломкая встречается часто на кислых почвах в лиственных, смешанных и хвойных лесах под березами, соснами, дубами, грабами. Встречается в хвойных и лиственных лесах с августа по октябрь, реже с июня растет гриб в Карелии, в средней полосе европейской части. Шляпка 2-6 см диаметром, в раннем возрасте выпуклая, затем от раскрытой до вогнутой, по краю с короткими рубчиками, просвечивающими пластинками розово-фиолетового, местами серо-зеленоватого цвета. Ножка белая, 3-7 см длиной, ровная, белая, цилиндрическая, мучнистая, пластинки долго остаются белыми, потом становятся желтоватыми, иногда с зубчатым краем. Мякоть с сильно жгучим вкусом, споровый порошок белый. Споры бесцветные, с амилоидным сетчатым орнаментом, имеют вид коротких эллипсов. Гриб условно съедобен, четвертой категории, употребляется только соленым. В сыром виде может вызвать легкое желудочно-кишечное отравление. Сыроежка жгучая, довольно часто встречается на торфяниках и в самых сырых и болотистых местах, лиственных реже, хвойных лесов, в гористой местности. Встречается в сырых лиственных, а также хвойных лесах, по краю сфагновых болот, на болотах с сосной и даже на торфяной и торфянистой почве, сезон июль-октябрь. Шляпка сначала выпуклая, потом распростертая, цвет шляпки варьирует от ярко-красного до светло-розового с белыми или охристыми депигментированными пятнышками разного размера. Белая ножка со временем желтеет, особенно в нижней части. Сыроежку жгучую употреблять в пищу не рекомендуют. Гриб отличается не только невыносимо горьким вкусом, но и вызывает пищевое отравление легкой и средней степени тяжести. В некоторых источниках жгучий гриб называют условно съедобным и рекомендуют употреблять в пищу после двукратного отваривания. Причем каждый раз грибной бульон следует сливать, чтобы убрать едкую горечь жгучей сыроежки. Сыроежки Мейера широко распространены по всей территории Южной Европы. Встретить этот вид можно исключительно в лиственных буковых лесах. Шляпка сыроежки Мейера в диаметре составляет от 3 до 9 см и у молодых плодовых тел имеет полушаровидную форму. По мере созревания гриба она становится плоской, иногда немного выпуклой или слегка вдавленной. Окрас шляпки у сыроежек Мейера изначально насыщенно красный, но постепенно выцветает, становясь красновато-розовым. Кожица плотно прилегает к поверхности шляпки, и снять ее можно только по краям. Ножка сыроежки Мейера характеризуется цилиндрической формой, очень плотная, по цвету чаще белая, но в основании может быть буроватой или желтоватой. Сыроежка Мейера считается слабо ядовитым, несъедобным грибом, многих гурманов отталкивает горьковатый привкус мякоти. При употреблении в сыром виде может спровоцировать не сильное отравление желудочно-кишечного тракта. Сыроежка Келе образует микоризу с хвойными деревьями, особенно с елями и некоторыми видами, растет одиночно или небольшими группами в хвойных и смешанных лесах. Встречается с середины лета и до глубокой осени. Широко распространена в северном полушарии. Шляпка 4-8 см, мясистая, полукруглая, плосковыпуклая, у совсем старых экземпляров край заворачивается кверху. Цвет шляпки у молодых экземпляров темно-черновато-фиолетовый, затем становится темно-фиолетовым или вишнево-фиолетовым. Ножка 3-8 см длиной, цвет от бледно-фиолетового до темно-фиолетового или розовато-фиолетового. Основание ножки иногда может быть окрашено в оттенке желтого. Келе гриб сыроежка не стоит употреблять в пищу из-за горького вкуса, известны случаи отравления. Дело в том, что пластины сыроежки впитывают соли тяжелый металлов, токсины и прочие вредные вещества. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.